3 февраля в Твери началась транспортная реформа. Планируется, что она выведет перевозки в городе на качественно новый уровень. Но пока, как и при любых нововведениях, остаются вопросы. Чтобы максимально подробно рассказать людям о новой концепции пассажирских перевозок, проводятся встречи с общественностью. Качество перевозок в частных маршрутках тверичане в основном оценивают одинаково, небезопасно и некомфортно. Да, как правило, на них можно было быстро попасть в пункт назначения, но эта скорость не ради пассажиров. Водители гоняли за большей выручкой. Ну, хоть транспорт, наверное, по сравнению, как сейчас ходил, может быть, чаще, но маршрутки тоже шли битком. И маршрутчики очень безобразно водят. Поэтому иногда даже едешь на работу или домой, думаешь, да едешь ли ты живая. Ну, думаю, что все-таки что-нибудь изменится в лучшую сторону. Когда все перевозки в городе осуществляют одно предприятие, вместо гонок появляется четкое расписание и понятный маршрут. Водители не станут менять его по своей прихоти. Единая униформа, комфортные автобусы, удобное приложение и льготы на всем транспорте. Но гетверичане уже оценили плюсы новой транспортной системы. Положительно, что мы будем ветераны ездить на всех маршрутах. Не выборочно. Понимаете? Вот это положительно. Тем не менее, у горожан пока есть вопросы. Где посмотреть схему движения, как купить льготный проезд и как платить в самом автобусе. Для того, чтобы разъяснить эти моменты, прошла встреча с общественностью во Дворце культуры «Химволокно». Вопрос такой, 31 маршрут автобуса. Тот, который раньше ходил, ходил всего три на линии. Автобусы очень мало инвестимости. Просто мало инвестимости. Маршрут достаточно большой, протяженный. Когда мы запустим все автобусы на линию, то пассажиропоток сбалансируется. Но по 31 я себе пометил и мы посмотрим. Введение реформы разбито на этапы. С 3 февраля на линию вышло 85 автобусов и продолжила работать часть маршрутов частных перевозчиков. Но уже в конце февраля горожан должны начать возить почти 500 новых, оформленных в едином стиле машин. У нас специальный график поставки. Завод работает только на наш заказ. И мы идем в графике. Что касается маршрутной сети, безусловно, мы будем регулировать ее во время нашей ввода. То есть все предложения, которые горожане озвучили или записали, будут в Министерстве транспорта рассмотрены. Кроме того, направить их можно по телефону, указанному на сайте Транспорт Верхневолжья. Там же размещена вся подробная информация о тарифах, маршрутах, безналичной системе оплаты и существующих льготах.